Привет, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, настроение у вас хорошее. Ну, а как может быть по-другому, если сегодня у нас для вас есть много хороших новостей? Все расскажу подробно в течение ближайших нескольких минут. Готовы? Тогда погнали! Let's go! Алкетейк! Алга! Казашка, защищающая цвета китайского флага на Олимпийских играх 2022, поблагодарила казахстанцев на родном языке. Да, я про Акнар Ардак, которая поразила своей красотой зрителей Олимпийских игр. Невероятный ажиотаж возник вокруг ее невероятной красивой внешности. И, видимо, она сама не ожидала такого интереса к своей персоне. Особая благодарность за вашу поддержку. Сегодня я показала хороший для себя результат. Родилась я в Сяньцзин уйгурском автономном округе. С 11 лет катаюсь на коньках. Моя семья сейчас смотрит мое выступление по телевизору. Здесь есть много хороших друзей из Казахстана. Думаю, друзья, теперь Акнар точно засыпет предложениями по рекламе, по различным съемкам. Кстати, вы, наверное, все знаете, завершилась зимняя Олимпиада в Пекине. Россия выступила так себе. Сборная Казахстана, к сожалению, осталась без медалей. Но вот зато очень приятно, что есть вот такие вот приятные, хорошие, радостные новости. И я надеюсь, это может скрасить неудачу. Хотя я думаю, сейчас в Министерстве спорта не до улыбок. Но на самом деле это спорт. В спорте всегда будет и удачи, и неудачи. Тут надо сделать выводы и идти вперед. Терпение и труд всегда приведут к успеху. А кто не знает горечь поражения, тот никогда не сможет по-настоящему насладиться вкусом победы. Ну и самое главное, это то, что у казахов нет назад, только вперед, только алга. Друзья, я думаю, что сейчас самое лучшее время, чтобы поддержать друг друга. Так как, например, сейчас Александр Винокуров поддержал знаменосца сборной Казахстана на Олимпиаде, шорт-трекиста Абзала Ашгалиева. Сегодняшний день запомнится мне надолго, написал Абзал в своем инстаграм. Сутки не прошли со вчерашнего поста, и уже сегодня днем мне позвонили с незнакомого номера. И это оказался сам Александр Винокуров. Он прочитал мой пост и пригласил к себе домой, чтобы поддержать и поздравить с высоким результатом на Олимпиаде. Для меня уже его звонок был неожиданностью, и я подумать не мог, что он подарит мне велосипед. Хочу сказать большой рахмет нашему чемпиону и легенде мирового велоспорта, и просто настоящему человеку Александру Винокурову. Известный велосипедист тоже ответил Ашгалиеву, пожелав, чтобы велосипед помог ему добиться новых побед. Если вы не в курсе, друзья, Абзал занял четвертое место на Олимпиаде, и также недавно он сделал пост в инстаграм, в котором написал, что вот ему бы не помешал велосипед. И Александр Винокуров очень оперативно отреагировал. Надеюсь, этот велосипед принесет удачу и поможет выиграть. В ответном Абзалу посте пожелал Александр Винокуров. Вот так, друзья, я знаю, что если такой Аксакал, как олимпийский чемпион Александр Винокуров, передал такой подарок, да еще и с такими теплыми пожеланиями, думаю, что теперь Абзал будет тренироваться с еще большим желанием победить. Загадывать, конечно, не буду, но желаю Абзалу почувствовать вкус олимпийского золота. А с легкой руки Александра Винокурова, думаю, теперь это уже дело техники. Ну и тренировок, конечно. Друзья, и еще есть интересные новости и от Димаша. Он сейчас находится в Москве и работает с Игорем Крутым и Игорем Николаевым над новой песней «Окей». И, видимо, во время работы у него происходят интересные встречи с разными артистами. Например, российский певец Владимир Пресняков поделился совместной фотографией с Димашем и Леонидом Агутиным. И этот его пост вызвал настоящий восторг подписчиков. «Судьбоносная встреча» лаконично подписал фото в Инстаграм Владимир Пресняков. Снимок передает теплую дружескую атмосферу. Видно, как артисты рады видеть друг друга. Ну и подпись «Судьбоносная встреча» похоже намекает на то, что нам, друзья, с вами предстоит выяснить. Кстати, Агутин и Пресняков – это уже агашки в мире шоу-бизнеса. И не только российского, так как альбом Леонида Агутина «Ля вида космополита» вошел в лонглист премии Грэмми. В номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом» в 2020 году. Кроме этого, Леонид Агутин побеждал в конкурсе «USA Songwriting Competition» с песней «Just a rainy day». А сам конкурс артист назвал «Американской песней года». В общем, похоже, что Димаш очень активно проводит время. И, как я думал, вероятно, что нас впереди ждет очень много интересных новостей. Так что, что получается, нам остается следить за всеми обновлениями. Друзья, я знаю, что не все смотрят наши новости с подпиской, поэтому я хотел бы, чтобы вы не забывали, что если вы подпишетесь на наш канал, вы сможете получать все самые последние новости и, самое главное, серьезные фильмы и передачи оперативно. Это, кстати, совершенно бесплатно, ведь мы работаем только для вас и только благодаря вашей поддержке. На этом у меня все. До встречи. Друзья, ну и еще одно небольшое обновление, еще новости от Димаша. Дело в том, что он появится в Кремле 4 марта на концерте под названием «Будьте счастливы всегда». Так что, друзья, в Москве будет интересно в начале марта. Ну все, а теперь точно все. До встречи.